Первый выход на озеро не принес нам желанного результата. Ни волков, ни оленей мы не встретили. Несмотря на это, мы были полны оптимизма и нам хотелось побыстрее встретиться с волками. Давай сегодня на ближайшую горку сходим, по окрестности сверху посмотрим. Ничего не впервой. Ты лучше сходи лыжи приготовь, а я пока кашу сварю. Мы уже вошли в обычный режим. Утром топим печь, готовим кашу, завтракаем и выходим на поиски волков. Внутренний голос подсказывал нам, что поднявшись на гору, мы на белом фоне наверняка заметим серых волков и других крупных обитателей долины. Погода отличная. Стоило нам углубиться в лес, как снег стал рыхлым и глубоким. Хотя лыжи были у нас широкими, но идти было тяжело. Снег скрыл все неровности и препятствия, и мы часто буксовали. Больше всего доставляли неприятности скрытые под снегом коряги и крупные камни, лыжи цеплялись за них и мы принимали снежные ванны. На наше удивление, следы зверей в лесу почти полностью исчезли. Редко попадались отпечатки одиноких зайцев. Звери не заходят чаще и держатся русла реки, где снега значительно меньше и он уплотнен ветром. Несмотря на мороз, вскоре становится жарко. Ветра в лесу нет и солнышко пригоревает. Чувствуется, что на подходе весна. Дружище, это смерть! Склон постепенно становился круче и нам пришлось оставить лыжи и дальше идти пешком. Ну что, все, дальше только пешком. Сейчас по этому склону вверх, а дальше будет. Видно, насколько снег нас пустит. В марте, когда на поверхности от солнечного тепла не образовался наст, идти проще. Снег пушистый и ноги не застреют. Поднявшись на очередной выступ, нам становится понятно, что до вершины добраться не как-то просто. Время уже перевалило заполни. А нам еще надо успеть вернуться до темноты. Но здесь и просторы. Пешком мы их точно не обойдем. Наши ожидания казались тщетными. Увидеть кого-либо среди безбрежного океана снега нам так и не удалось. Теперь, когда мы смогли оценить масштабы, нам стало понятно, что отыскать на этих просторах волков нам будет нелегко. На этот раз мы решаем исследовать долину вниз по течению Аяна. Пройдем километров пять и посмотрим. Но не все так просто. В пятистах метрах от домика наша незамерзающая река преподнесла нам сюрприз. Мы столкнулись с уникальным явлением, которое происходит на сибирских реках. Зимою в Сибири небольшие реки промерзают до дна. В воде становится негде втечь. Тогда поступающая грунтовая вода или вода, вытекающая из озер, выходит на поверхность и замерзает. Слой за слоем и за зиму может намерзнуть налет толщиной более трех метров. Чем-то это явление напоминает процесс формирования лавого слоеного пирога плоток и таран. В тех местах, где были паводковые выбросы воды, образуются обширные ледяные поля, по которым смело можно кататься на коньках. Но такие катки небезопасны, можно провалиться. Наледи опасны для движения, и их лучше обходить. В трех километрах мы натыкаемся на следы волка. Ура! Волки здесь точно есть. Совсем недавно прошел. В сторону озера пошел. Наверное, след матерого волка. Такой тяжелый, лапы тащит. А вот еще один след от нас недалеко. Где? Точно. И он тоже туда ведет. Ну пошли посмотрим. Следы совсем свежие. Возможно, эти волки увидели нас еще издалека. Недолго думая, мы решили следовать по их следу. Вскоре к нашей паре присоединилась еще пара волков. Следы привели нас к обрывистому берегу, где все было утоплено отпечатками лап. Похоже, сегодня волки здесь хорошо резвились. Ведь сейчас, в начале марта, у волков наступает брачный период. Может быть, это же на рай их, Валера. На, посмотри. Я не знаю, что делать. Пойти подняться? Найти волчье логово в тайге. Это большая удача. Теперь мы наверняка сможем наблюдать за жизнью местной стаи и их потомство. Стоит дождаться конца мая, когда волчица ощенится. А сейчас нам лучше удалиться. Мы и так много наследили. До мая нам есть чем заняться. Скоро должно случиться одно из самых захватывающих явлений в мире дикой природы – плоток Тарана. Продолжение следует...